Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа Путин Говорят и я ее ведущий Андрей Джарак. В этом выпуске мы узнаем о достаточно трудном жизненном пути Рахель и то, что ей пришлось преодолеть. Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы находимся сейчас в студии и у нас в гостях главное действующее лицо передачи Рахель. Можете немного объяснить о вашей встрече с вашим будущим мужем и как вы поняли, что это будет ваш будущий муж? Поняла я сразу же, даже не сразу же, а было два этапа. Первый этап я с небес почувствовал, что он сильный и в божественном плане, то есть святой человек. А потом я ждал всех пастухов, как бы, с овцами своего отца, как бы, я ждал всех пастухов, чтобы дать воды и овцам. Вот. Яков пришел, поднял одним мизинцем камень, огромный камень. То есть я сразу почувствовал о том, что он святой человек. Вот. Так, а с какими словами он пришел к вам? Здравствуйте, Рахель. Я много о вас слышал. Я нашла святая женщина. Я хочу вас видеть. Так. Моя съемочная группа подготовила сюжет, и сейчас мы его увидим. Шалом, Рахель. Я много о вас слышал. И хотел бы на вас злиться, так как вы святая женщина. Смотри, я без проблем, честное слово. Смотри, идешь вот туда вниз, там живет мой ботюня в Коране. Я просто посула обе отсюда, вот так что-нибудь забей. Короче, ты идешь к нему, товариваешься с ним. До свидания. Пока что на своих экранах вы видели небольшой фрагмент репортажа, и сейчас у нас в гостях не менее важный человек, Яков. Что вам сказала Рахель, когда вы встретили ее? Когда я встретил Рахель, она мне сказала, что она там занималась какими-то своими делами, и что она бы с радостью вышла за меня замуж, но нужно было, чтобы ее отец дал на это согласие. Так. И после этого вы пошли к отцу? Да, после этого я отправился к отцу узнавать согласие на его. Хорошо. Приветствую вас. Я хотел бы жениться на вашей дочери. Вы даете свое согласие? Рука моей дочери стоит дорого. Что ты готов сделать ради нее? Я готов на все, что угодно. Ну хорошо. Тогда ты будешь 7 лет моим рабом. Хорошо. Я согласен. Смотри, Яков, ты отработал на моего отца уже 7 лет. Получается, что мой отец смотрит не из меня, а она леет на мою старшую сестру. Поэтому, чтобы ты точно знал, что это я, лучше дай мне симоним. Я даю тебе симоним. Это будет наш симоним. А, запомни. Вы посмотрели фрагмент, и у нас в гостях снова Рахель. Мы только что на записи увидели какие-то знаки. Вы можете поподробнее у них объяснить? Да. Эти знаки мне дал муж, по моему совету. Потому что я, как бы так сказать, я была готова к тому, что отец может подменить меня на мою старшую сестру. Так как у нас не принято, по его мнению. Да. Вызвав сначала младшую, потом старшую. А на самом деле это было только потому, что она могла достаться и Сава. И Сава, как мы знаем, не очень хороший человек. Поэтому он нас подменил. То есть вы дали совет вашему будущему мужу, чтобы он вам дал знаки, потому что вас могут подменить. Да, чтобы я ему его показал на свадьбе. Хорошо. Раньше из-за перхоти я не мог носить черный кожак, здороваться с братками. Саламу алейкум. Халай, братан, как? Халай, братан, как? Эй, басын, хайзакуй, эй. Жумайсмба, эй. Потом один из моих братков посоветовал мне шампунь жумайсмба. После первого применения я увидел результат. И теперь я могу спокойно здороваться с братками и радоваться жизни. Шампунь жумайсмба. Скажи перхоти. Козьми корбит боле, сынмба. Его имени благословляю вас на отличный брак. Эй, ты кто такая? Какого черта в постели лежит вместо Рахэля какая-то другая женщина? Потому что я не могу выдать за тебя свою младшую дочь. Так не принято. Если, конечно, тебе нечего мне предложить. Я все равно хочу в жены Рахэль. Я сделаю все, что угодно. Тогда тебе придется еще семь лет на меня работать. Я согласен. Только что на ваших телеэкранах были шокирующие кадры подмены. И у нас снова в гостях Яков. Можете немного объяснить эту ситуацию с вашей точки зрения? Когда я зашел в комнату и увидел вместо своей жены какую-то другую женщину, я не понял, кто это. И сразу пошел выяснять, почему была подмена, не понимая, кто это такая. То есть о факте подмены вы не знали? Ну, так как эта девушка показала Симонин, я думал, что это Рахэль. А это не Рахэль. И после этого вы пошли к отцу, чтобы выяснить эти обстоятельства. Что вы ему сказали? Я пошел к отцу, спросил его, почему у меня в постели лежит какая-то другая женщина. И он мне ответил, потому что он не может отдать свою дочь, свою младшую дочь жены. Поэтому он дал сначала старшую, а чтобы получить младшую дочь, я должен был еще отработать еще 7 лет. Хорошо. Какое счастье, боженька, мне наградил ребеночком. Какое счастье, какое счастье, какое счастье, какое счастье, какое счастье, какое счастье, какое счастье. Как ты себя назвала? я не знаю ладно, назову я Збулун потому что, я не помню почему честное слово, не помню, извините ну, там была уважительная причина я долго думал что ж тебя спрашивать пойду рожать вот мой ребенок, назову его Иосиф, и они будут братьями и друзьями потому что Бог добавил не ребенка он тоже мой считается, извини, подруга но ты, в принципе, ему никто мое все, вам не дойдет, уйдите по конец программы я хочу подвести что когда Рахаль умерла по пути в Бейтлэхэм, приедание из Лавилона то для того, чтобы евреи были прощены они должны были помолиться Всевышнему